Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзогет поступил вопрос. Кричу на своих детей и ничего не могу с собой поделать. Как быть? Надо понять, что, в принципе, все злое, но ничего нам не может предложить. Никакой грех нам не может дать преимущество. И более того, даже поводу у нас нет выбрать что-то греховное. Но мы помним, что грех – это умоление добра. Что грех – это, по сути, паразит на добродетели. И в данном случае мы любим своих детей. Может, даже если наших усилий особого нет, но просто это дар Божий. Мы должны относиться к другим людям, как к своим детям тоже, вот их постараться полюбить, найти им извинения, найти им прощения. Однако вот и на этой любви, на этом подарке от Христа всем нам тоже паразитирует лукавый. Что вот притворяется в ту ситуацию, которую вы описали, крик на деток. Причем тут даже неважно, на маленьких деток или на подростков. Ну или даже взрослые дети пришли к маме-пенсионерке в гости. Тоже как бы нехорошая вещь. Если мы понимаем, что виноват паразит, то мы постараемся этого паразита вывести так, чтобы не навредить всему окружающему. То есть, если, например, не дай бог, клещ берет, забрался головкой под кожу человека, то его нельзя просто сорвать. Иначе эта головка останется, загниется и действительно будет только хуже. Точно так же, если у человека в желудочно-кишечном тракте, не дай бог, заведутся какие-то паразиты, то тоже не значит, что человека надо вскрывать и доставать. А значит, надо принимать какие-то лекарства, которые вот именно вот эту вредную, чуждую микрофлору просто поубивают. Точно так же и здесь, в этой ситуации, мы должны относиться к греху как нечто паразитирующее на добродетели, и борясь с ним, постараться вытащить грех, не свернув всю добродетель, которая есть. Однако не всегда у нас есть силы. Например, если человек берет, и тоже у него какая-то болезнь, какие-то паразиты, неважно, может, вирусы, микробы, но не получается их достать. Ну, там, например, эпидемия коронавируса, вирус есть в человеке, и как-то вот его специальный вирус вылечить нельзя, но организм с ним все равно борется. Что ты делаешь, когда ты просто заболел? Да-да, что там коронавирусом, ОРВИ, или еще какой-то вот такой болезнью, где просто порой надо полежать, подождать. Да, мы даем своему организму отдых. Вот, ну, стандартно. Что у тебя, когда температуру делаешь? Понятное дело, порой с вредом для сердца человек берет, сбивает температуру, жаропонижающую, потому что надо какое-то рабочее дело довести до конца. А так самое на протяжении веков лечения гарантированно это дать некий покой, что вот ложишься, почиваешь, дремлешь, пьешь, ешь какую-то легкую пищу для того, чтобы подкрепить организм. Организм сам избавляется, да, выжигает повышенной температуры вирус, справляется с помощью иммунитета, с бактериями. Вот, точно так же порой надо поступать и со грехом, потому что, да, вот этот жар греха такой тяжелый, что наша душа от него начинает страдать. С гневом, криком на детей я бы посоветовал открытие послания апостола Иакова и прочитать оттуда из первой главы девятнадцатый стих. «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скоро наслышный, медленнее на слова, медленнее на гнев». И все-таки давайте прочтем еще один двадцатый стих. «Ибо гнев человек не творит правды Божьей». Вот тут, по сути, такая инструкция по применению. Ты должен максимально быстро прислушаться. Вот дети что-то делают не так. Они себя ведут плохо по отношению друг к другу, по отношению к окружающим людям, по отношению к тебе самому. Твоя задача – быстро услышать, понять, потому что то, что тебе кажется пустяком для ребенка, для маленького ребенка, это может быть самым сейчас центральным событием в жизни. Какой-нибудь там конструктор, какие-то кубики, какая-то там лишняя две минуты прогулки на улице, тоже он может у него какой-то там план в голове не высказан, да и вообще сложно сформулировать еще ребеночка идеи. И мы не вправе там на ребенка кричать. Или в сборах каких-то мы там взяли, позже проснулись, позже собираемся, виноват ребенок, что он медленно собирается. Тоже такое, не дай бог, бывает. И то же самое вроде и подросток, вроде уже почти взрослый человек, а все равно страсти играют противоречия внутри душе. И что-то уже лучше излагает мысль, конечно, подросток, чем малыш дошкольного возраста. Но зато малышу-то не мешают страсти, а уже подростковой душе страсти. Где-то истеснение, где-то недоверие, где-то доверие порушенное. Да, как-то открыл свою душу родителям, а в ответ крик. Да, и, конечно, ребенок уже, подросток, замкнется, не будет ничего говорить или будет нагрызаться. Да, то есть нам кажется, о, противостояние с нами вступили. Нет, мы должны очень скоро прислушаться, то есть мы должны быстро понять, что же там с ребенком не так. Может, да, мы очень торопимся, но если ребеночек хочет еще два кубика поставить, сказать, ой, замечательно. Если он еще хочет поставить сто два кубика, сказать, ну, нет, давай два поставим, но я тебе помогу, еще три поставим, остальные когда вернемся. То есть услышать, что же ребенку нужно. Порой даже, ну, слышите, ребенок еще может не говорить в силу возраста, а понять, услышать своим сердцем, материнским, отцовским, и тоже ребенку помочь. Помните, что сатана нас обманывает. Сатана приходит и говорит, ты хочешь, чтобы твой ребенок исправился? Лучше себя вел, лучше велся именно сейчас. Да, я тебе враг, но позови меня, я с помощью гнева тебе помогу ребенка поставить на место. Да, как твоего врага. Надо вспомнить, нет, мой враг не ребенок, мой враг стана. Он меня обманывает, он никогда никому не помог. И здесь он тоже испортит. Испортит мой порыв в любви сделать ребенка лучше этим гневом. Поэтому и тоже вот вторая часть вот этого совета, что скоро наслышание, а вторая медленнее на слова, медленнее на гнев. Причем тут порой кажется, да нет, это не гнев, это я ребенка там воспитываю. Поэтому апостол Лайков тоже это все предусмотрел. Говорит, сначала медленнее на слова, просто ничего не говори. Даже если ты будешь там скрежетать зубами, даже если ты будешь как-то там метать молнии из глаз, то это не так страшно будет ребенку. Просто помолчи. Даже вот у тебя появилось тысяча и одно какое-то высказывание, которое нужно. Нет, удержи его в себе. Подержи, подумай, помолись. Если ты промедлил с ним, то сатанаж не в силах нашу бессмертную душу долго сковывать, если грех еще туда не успел забраться, проникнуть, а сводится. И поэтому он остановится. Остановится спустя какое-то время вот это усилие, как кольца там анакон дожимаются, а потом все равно надо рожаться, чтобы чуть-чуть. И в этот момент спасаться надо. И вот точно так же и здесь человек берет и спасается. Спасается, спасается в тот самый момент, он промедлил, не стал ничего говорить своему ребенку вообще. Да, бывают, конечно, ситуации. Крик же это нам Господом тоже дан, это экстренная сигнализация. Один ребенок там берет и другого чуть ли не калечит. Да, там или ребенок схватился за спички, там за ножик, за острый, может порезаться, да, мы этим криком наоборот бросить. Но помните, что, как в басне «Мальчик и волки», что если звать все время волки-волки, никто на помощь не придет. Так и ребенок, если его вот просто из-за своего раздражения, из-за попытки его воспитать, сделать лучше, просто ты на него кричи, что ребенок, когда нужно, не прислушается и порежется, упадет откуда и так далее, потому что он не воспринимает эту сирену как нечто необходимое для реагирования. А если ты взял, прислушался, пытался понять, взял, помедлил с какими-то словами, уже дальше будет легче, уже гнев отступит. И ты поймешь, что вот как порой хирург приезжает на какую-то важную операцию, и надо человек срочно оперировать. Но если ты в этот момент запыхившийся, на бегу, руки трясутся, то тебе нет, надо сесть и отдохнуть. Потому что хирург возьмет скальпель и только там может человека похоронить на операционном столе из-за трясущихся рук, из-за сбитого дыхания. Надо перевести дух. Точно так же и здесь мы должны понять, что мы хотим прямо сейчас ребенка исправить. Но нет, я должен промедлить с этими словами, помедлить с гневом, потому что еще пока я назвою. Дождаться, помолиться, остановиться чуть-чуть. И уже дальше, когда стена отступит, мы же откажемся от него. Помните, как Господь искушал стена через 40 дней в пустыне поста? А потом, когда Господь превозмог эти искушения, то ангели приступили и служили к нему. Точно так же и мы, если мы возьмем и преодолеем вот этот порыв гнева, просто уйдем в другую комнату, умоемся, просто промолчим, скажем там ребенка с тобой, потом это обсудим, поговорим, отойдем, выйдем, вернемся, просто даже если на секундочку замолчим про себя, помолимся, то уже после этого обязательно к нашей душе тоже Господь своих ангелов не спошлет, и мы, куда более подходящий вариант решения проблемы, помощи, совершенствования своего любимого ребеночка сможем найти. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.